Мечта осталась скинуть на автомобиль вот этот камень весом 180 килограммов, вот сегодня здесь. И я когда озвучил эту историю Антону Валерьевичу, Антон Валерьевич, так я это могу сделать? Давай сделаем. Я говорю, давай сделаем. Ну я говорю, как это будем рисовать, я не знаю, с чем это привязывать. Он говорит, я знаю, что мы будем делать. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, старт и пошел. Еееееее. Старт второму дню фестиваля дал известный спортсмен Михаил Кокляев вот таким символическим действием. В страхе спортсменов буквально раздавил бетонный шар. Фестиваль, который уже стал культовым и известным на всю страну, собрал на Рязанской земле спортсменов из разных городов и был наполнен сюрпризами и интересными задумками, которые, как всегда, с блеском удалось воплотить организаторам. Зрители увидели состязание сильнейших в силовом экстриме, борьбе и пауэрлифтинге. Восемьсот двадцать пять килограмм. Это моя лучшая сумма за все выступления, за мои пятнадцать лет выступления в пауэрлифтинге. В сорок восемь лет я собрал самую большую сумму, которую собирал в своей жизни. Стал вторым в абсолютке, боролся с профессионалами. Сегодня я очень этому доволен и рад. Курнир просто отлично. Организация на высшем уровне. Ну, вообще, я первый раз выступаю, в принципе, на свежем воздухе. Я сегодня стал первым в категории до ста и третий в абсолютке. А на будущее хотелось бы выполнить мастера спорта международного класса, потому что мастера спорта я выполнил, в принципе, пару лет назад. Вот цель. Больше присесть, больше потянуть и выполнить мастера спорта международного класса. РЗН-фест каждый раз – настоящий праздник спорта и здорового образа жизни. Раз в год фестиваль собирают в одном месте – любителей и профессионалов силового экстрима, пауэрлифтинга и единоборств. И все это в формате увлекательного шоу. По традиции фестиваль прошел в живописном уголке города, неподалеку от Барковского карьера. И в этом году организаторы превзошли самих себя. И гостям и участникам понравилось буквально все. Мы были здесь у Антона Калинина два года назад. Турнир растет, организатор растет. Количественно и качественно. И количество участников, и качество проведения соревнований очень крутое. Учитывая сложности выступления на свежем воздухе, все сделано максимально комфортно для спортсмена. Насколько это возможно в условиях открытого поля. Среди гостей и участников соревнований – рекордсмены страны и чемпионы. Увидеть своими глазами подобное шоу в буквальном смысле – уникальная возможность. Конечно, энтузиазм организаторов и создателей фестиваля задает общий вектор развития этого события. Праздник получился грандиозным. Однако без спонсоров реализовать подобные масштабы было бы сложно. Главными спонсорами фестиваля в этом году стали компания «Мандарин» и ГСМ «Русский медведь». «Мандарин» и ГСМ «Русский медведь»